Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о новой механике, которую ввели CCP недавно, совершенно недавно, вот буквально вчера, которая позволит вам проходить кемпы практически всегда. Да, бывают исключения, когда вас могут поймать какие-нибудь сканрезные свипули или еще что-то, но те времена, когда новички на херонах сливались в кемпах, я надеюсь, прошли, потому что, по факту, новая механика очень сильно бустит и помогает новичкам избегать кемпов, помогает им просто выживать, когда они в такой кемп попадают. Итак, о чем речь? Речь о том, что CCP в последнем патче, который вот был вчера, добавили возможность предгрева модулей в послегитовой клоке. Что это значит? Давайте я вам покажу на примере. Конечно же, сразу вам хочу сказать, что у вас должен быть вкачан навык термодинамика, навык термодинамика хотя бы в единичку, не обязательно его там в 5 качать, в 3 и так далее. Самое главное, чтобы он у вас хотя бы чуть-чуть был прокачан. Поэтому перед тем, как лететь в какие-то нули, сканить, что-то делать, конечно же, прокачайте этот навык хотя бы в единичку еще раз, потому что потом уже на месте будет гораздо сложнее разбираться. Итак, мы с вами андокаемся и, например, мы проходим в какую-то гайку. Представим гипотетическую ситуацию в том, что тут бабл, и тут очень много кораблей, которые хотят нас убить. Что мы делали с вами раньше? То есть те, кто знают, те, кто смотрели мои ролики, если вы понимаете, что из этого бабла вам не выйти, представим, что мы на Хероне, да, у нас нет нулифайера, у нас нет, например, клоки, и вот все, что у нас есть, это МВД, датка и все такое. Да, то есть больше у нас, в принципе, ничего нет. Что мы делали раньше? Мы, я рекомендовал всегда нажать втопиться в гейт, нажать МВД и вот стараться как можно быстрее пройти. Но, как вы понимаете, скорость на МВД у нас сейчас 2500, на Хероне будет примерно то же самое. И вуаля, если вы нажмете с шифтом на модуль, находясь все еще в послегейтовой клоке, она у вас не снимется, и скорость у вас будет гораздо выше, 3500. И только после этого вы нажимаете пройти обратно и нажимаете МВД. И теперь вы с огромной скоростью мчитесь в гейт, и даже если вам за это время повесит скребок, то вы все равно успеете проскочить, все равно успеете, значит, выжить. Да, конечно, есть шанс того, что с этой стороны вас тоже будут бублить, и вам нужно будет повторять это действие много раз, пока у вас не сгорит МВД, например, или пока вы не поймете, что вы за грани у бубля, и вас там не накроют, и вы сможете отворпать. Но эта огромная фишка позволит вам делать многие вещи. Также, например, она может позволить вам вытопить. Представим, что вот тут стоит сабра, да, а мы оказались на грани бубля, например, с этой стороны, и у нас есть объект по варпу, да, то есть, допустим, это кринжстар. То есть мы понимаем, что мы сможем очень быстро вытопить по объекту и отворпать. Мы также нажимаем МВД, допустим, тут бабл, да, представляем, что тут бабл, мы нажимаем приблизиться, нажимаем МВД, и на этой быстрой, резкой скорости, которую сабра не успеет среагировать, мы с вами вытапливаем из бубля и отварпываем. Так что это потрясающая механика, которую добавили с СИПИ. И спасибо вам, СИСИПИ, что наконец-то подумали о сканерах и о новичках. Конечно же, напоминаю вам, что есть два вида кимпов. Первый, это когда вы выходите из гайки, и сегодня мы с вами поговорили, значит, что делать, если вы выходите из гайки. Первое, что вы должны делать, это топить обратно в гайку. И именно из после гейтовой клоки. Если вы попытаетесь отварпать, то считайте, что вас убили. То есть не пытайтесь отварпывать, сразу топите в гайку. Надеюсь, это понятно. И второй кемп всегда стоит на приварпе. То есть, например, у нас есть гейт, вот тут вот есть гейт, 5XR. И когда вы наварпываете на гейт, а там стоит бабл, то вы наварпываете не в ноль, а, как правило, вы наварпываете там в 30 километров, в 20 километров, да даже в 15 километров. Вас за это время успевают схватить, убить и все такое. Что делать в этом случае? Тут только не допускать попадания в бабл, да, в такое конкретно. Вы, значит, смотрите гейт, вот ваш гейт, и тут есть несколько объектов помимо этого гейта. Поэтому ваша задача наварпать на любой из объектов, примерно там в 100 километров, неважно, в ноль, вообще без разницы, в какую дистанцию вы наварпаете. Самое главное, чтобы у вас он был ближе, чем 14,3 АЕ, да, то есть это радиус вашего подскана. Как только вы наварпали в такую дистанцию, вы уже подсканом можете посмотреть, есть ли там бубли, есть ли там какие-то корабли, есть ли там еще что-то. Если нет, то спокойно проходите. Опять же, если гейт у вас в радиусе 14 АЕ, и вы видите, что там никого нет, то можете проходить. Так вы делаете только тогда, когда в локале есть кто-то помимо вас, да, кто-то нейтральный помимо вас. И в таком случае вы всегда будете выживать. Итак, первое, если вы попали в кемп после выхода из гайки, не торопитесь, у вас есть целая минута, нажали предгрев МВД и втопились обратно в гайку сразу с проходом. Желательно прям спамить проход, пока вы едете, так, чтобы прям вот вы быстро прошли. На самом деле это никак не влияет, но вам поможет успокоиться. Это первый момент. И второй момент, если вдруг гайка дальше, чем вы находитесь, да, то есть чем бьет ваш пеленгатор за гранью, то сначала приварпайте на какой-либо из объектов, посмотрите под сканом, стоит ли туда варпать. Если вдруг там есть какие-то корабли, то лучше туда варпать не стоит. Если там нет никаких кораблей, то может спокойно варпать. Все, спасибо большое CCP за то, что ввели такую механику. Эту механику ждали 20 лет, что после гейта можно будет нажимать предгрев и при этом не выходить из клоки. Это потрясающе, это потрясающе. Конечно же, не забываем подписываться на Telegram. Если это видео было полезно, ставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok